Барщику всего 7 месяцев, однако на прививку от бешенства хозяин его ведет уже в третий раз. Пес охраняет важный объект, поэтому от его самочувствия зависит судьба предприятия. А Сэм, годовалый любимец всего семейства, крутится в ногах своего хозяина и кажется готов с честью принять комплексную вакцину. Я прививок не боюсь, если надо, уколюсь, как будто говорит симпатичный щенок. К сожалению, далеко не все хозяева домашних питомцев такие сознательные. А ведь по статистике только 1% кошек и собак при контакте с больным животным не заболевает бешенством. В отличие от безалаберных держателей животных, надеющихся на пресловутый авось, Константин и Виктор предпочитают защитить своих питомцев от страшной болезни. Дело в том, что мы живем возле школы и там много очень деток ходит, и собака иногда выбегает на улицу и как бы не хотелось бы проблем. И поэтому прививаем каждый год, прививаем собачку. Это правильно, чтобы не распространять болезни. Всем животным рекомендую, чтобы тоже прививали и будут меньше болеть. Собачка должна быть привита, потому что очень много зверей у нас, особенно лисы, выходят сейчас к людям. Ну и может заразиться. Не хотелось бы терять такого друга. Источниками бешенства, как правило, становятся дикие, а также бездомные животные. Усугубляет ситуацию несоблюдения людьми правил содержания домашних питомцев. Только в текущем году в области порядка 1200 человек были покусаны собаками. Не факт, что одна из них не окажется бешеной. Поэтому для сокращения риска этого заболевания у животных и людей в городе Бресте и регионе сотрудники ветеринарных служб раскидывают с воздуха приманки с вакциной, которая, кстати, обязательная и бесплатная. Наш институт, научно-исследовательский институт, разработал. Мы провели исследование. Данные вакцины проводили в течение, наверное, трех месяцев. Никаких изменений патологоанатомических данных вакцина не вызвала. Ни смертения было срегистрировано. И мы на данный момент пользуемся белорусской вакциной. Раньше мы вакцину закупали эту в России. Хозяева тех животных, кто пренебрегает вакциной, в один прекрасный день вместо любимого шарика могут обнаружить обозленного зверя с высокой температурой, извращенным аппетитом, водобоязнью и обильным слюноотделением. Кстати, не всегда такое животное кидается на людей. Мы наблюдали случай, когда лиса приходит, просто сидит, люди подходят, начинают ее гладить. Это противоестественно был у нас такой случай в Брестской крепости, когда туристы подошли, смотрят, лиса сидит. Начали гладить, она укусила. Когда мы ее завезли на исследование, она оказалась бешенством. Туристка получила полный курс антирабической помощи. Поэтому, чтобы не стать жертвой истекающего слюной Куджо, сделайте своему домашнему питомцу прививку от бешенства. Делать ее нужно примерно с трех месяцев один раз в год. В 2013-м об этом позаботились хозяева 8 тысяч кошек и собак. К слову, у бездомных животных такой возможности нет. Однако каждый держатель домашнего питомца может и должен на это повлиять. Например, не заводить более двух гуляющих без присмотра кошек и собак. Тем более, что это предусмотрено законом. Простой пример приведу. Заселяются люди в многоэтажную квартиру, ну дом, многоэтажный дом. На лестничной площадке сосед держит животное, собаку или кошку. Почему бы не подойти к другому, как гражданину, подойти и сказать, что «Дорогой товарищ, сосед, у меня маленькие дети. Покажи, пожалуйста, зарегистрировал ты данное животное. Привил ли ты его, чтобы избежать каких-то конфликтов». Хозяевам нужно помнить, что кроме перевязок, чистки ушей, стрижки когтей и других обычных процедур для домашних питомцев, комплекс антирабических прививок или, как говорят в обиходе, прививок от бешенства должен стоять на первом месте.